Ну здравствуй, Федя. Ну здравствуй, здравствуй. Федозик, Федозик, Барбозик. Барбатутца ты наша. А, чё ж я пошёл, чё ж я пошёл, пошёл, чё ж я, ай-яй-яй-яй-яй. Ещё разок выход, ключ забыл. Да, Федя? Федосик, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, будем купаться, Федосик? Бодрит. Погодка-то бодрит. Погодка-то бодрит. бодрит 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 заселили елку в кварцы ну че то бассейн готов отлет сейчас посмотрим что отлет как говорится отлет готов бассейн готов приступим к водным процедурам что важно сделать вода холодная сразу предупреждаю очень холодная что важно сделать резко окунуться и выскочить иначе застудите что то там такое и так будь смелее акробат Пусть я отформлюсь охлаждение я к этому охлаждению уже привык после охлаждения идет разогрев жена сказала обязательно в плавках стриптизить не надо отличная вещь для того чтобы проснуться ну что отлично самочувствие можно было потольше поплавать но но не будем везде нужна мера в противном случае в противном случае добро здоровиться уважаемые посетители моего канала показываю вам начало своего утра я сделал медитейшн окунание в прорубь и теперь я вам покажу как я принимаю тмин вот у меня тмин я беру окунаю ложечку и в тмин вот сколько не прожевывая то что жена не допила там чайок кофеек я этим допил протолкнул это все и я до этого вот так и поступал беру часы кстати у меня часы apple watch 6 тройка у меня отпала когда программа сменилась с пятнадцатой на шестнадцатую и и и и так код пароль теперь мы с вами нажимаем выбираем программу программа ходьба у нас нажали на старт и погнали ходить 40 минут где-то я буду ходить или два километра путь дорожка у меня вот такая маршрут и я кручу кручу наматываю показываю нюхаем веточку сирени хорошо погода довольно-таки ветреная прохладная градусов наверно 11-12 наверно тепла ветер сильный дует но нам это не помеха ведь мы идем ведь мы ребята да-да ведь мы ребята да-да восьмидесятой ширины а нам не страшен ни вал тридцатый ни холод вечной мерклоты ведь мы ребята да-да ведь мы ребята да-да шестидесятая семидесятая восьмидесятая ширины а ветерок играет солнышко искрится тучка по небу медленно плывет как хорошо мне сейчас живется и душа отчасти ликует и поет и душа отчасти ликует медленно кровь а хорошо ветерок играет солнышко искрится тучка по небу медленно плывет как хорошо что у меня и сейчас живется, и я душа отчасти рукует и поет. Вот, в принципе, и весь маршрут. Весь маршрут. Теперь я просто-напросто наматываю его, и все. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Что я делаю еще? Зачем мне нужна эта прогулка? Во время этой прогулки запускается кишечник. Как правило, после того, как я погуляю, прекрасно срабатывает кишечник. То есть, без движений, я лично так считаю, добиться нормальной работы кишечника, чтобы он вовремя поражнялся, как часики работал, можно сказать, весьма трудно. Возможно, кому-то и там что-то и удается, а я вот к такой схеме пришел. Прогулочка, встал, вроде в туалет не ходится, походил, трух-трух-трух-трух-трух-трух-трух. Все протрусилось. Да, Фидосик? Все протрусилось. И потянуло на опорожнение. Это же отлично! Отлично! Кенстантин! Далее, что я продолжаю делать? Понюхаем. Так, что у нас тут? Ходьба идет, пульс бьется. Что еще я делаю? Что еще я делаю? Я? Я уже как-то привык как-то, знаете, чувствовать пространство, чувствовать природу, чувствовать этот ветерок, солнышко. У меня еще поднимается настроение. Плюс я пою свою песенку. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется. Федя? И душа отчасти ликует и поет. И душа отчасти ликует и поет. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. То есть, вот это настроение поднимается. Что такое настроение? Слегка поднятое настроение это у вас жизненная энергия немножечко выше, выше. Функции все обслуживаются гораздо лучше. То есть, вы находитесь на большем энергетическом потенциале. В результате ваш органоид работает лучше по сравнению с тем, если бы вы совсем ничего не делали. Раскладка 1. Тамп раскладки километр за 19 минут 37 секунд. Ну, я тут много много с вами снимался. Рассуждал. Ну, в целом, я так и прохожу где-то за 20 минут я прохожу километр. То есть, 40 минут у меня вот этот вот идет своеобразный променад. в результате чего лучше циркулирует кровь, лимфа. Кстати, потом посвящаемся посмотрим, какая у меня там сатурация после прогулки. Часы позволяют делать. И что еще? И вот во время этой прогулки вы можно так сказать ментально, эмоционально связывайтесь с окружающим пространством. Ну, каких-то особых желаний у меня так не было. Потому что, как вы видите, я то, что мне надо у меня, так сказать, есть золотого запаса немножечко, чтобы все это обслуживать. Оказывается, оказывается слишком сильно не надо разворачиваться, чтобы потом это все еще обслуживать. А так это в рамках нормального. Так. И вот еще я хожу и вот мысленно, ментально и эмоционально я еще взаимодействую с окружающей природой, с окружающим пространством. Как именно? Вот такая радость. Радость благодарения за то, за то, за то, что вот мне позволили, мне вот это дали. И я понимаю, кто такой я, что такое пространство вокруг, что он собой представляет, что я в этом пространстве представляю. и вот это взаимодействие, благодарность, она, так сказать, сказывается вот еще на еще как-то на удовлетворении. О, хорошие слова. на всеобщем довольствии, удовлетворении и умиротворении. То есть я вот, знаете, доволен жизнью. Пусть чего-то такого нету, грубо говоря, бассейна, в доме лифта, ну и там еще там мани-мани, но я доволен тем, что есть. я не ожидал, что у меня будет вот такой вот дом. Видите, какой дом. Такой вот участок красивый, что у меня будет такая супруга, даже собака. не говоря уж о машинах, я водить там не любил. Что я буду работать на телевидении? Это вообще какой-то, знаете, космос и прочее, прочее, прочее. И тем не менее это все как-то само собой произошло помимо даже моего желания. Помимо. Ну а сейчас попробуем чего-нибудь такого пожелать целенаправленно, поработать в этом направлении. А что вот в основном я желал, когда работал с красивыми словами. Кстати, с красивыми словами я еще не работал. А надо бы. Ну ладно. Для этого надо составить список этих красивых слов и потом писать. Ну, что я хочу вам сказать. Слишком много, когда вы тут нагружаете на себя и то делать, и то делать, и то делать. Это начинает как-то утомлять. Вот что-то выбрать такое, чтобы оно не мешало вам жить и вы не чувствовали, что это вот ох, забыл, вот это ж надо сделать. Вот чтобы вот таких мыслей не было. А так как-то само собой в радость так сделали и нормально. И ветерок играет, солнышко искрится, а тучка по небу медленно плывет, как хорошо мне сейчас живется, и душа отчасти ликует и поет, и душа отчасти ликует и поет. То есть, вот это самое дорогое, что может быть, ликование души, может быть, много там влаг, еще чего-то, еще чего-то, в погоне за этими влагами, в обслуживании этих благ. Вы теряете самого себя. А вот тут важно, чтобы среди всего этого вы были самим собой и это вокруг вас, а не вы для этого. Ну и примерно так, грубо говоря, чтобы все это вам как-то приносило радость, удовольствие и в ответ вы тоже посылали соответствующие импульсы, радости, признания, благодарности, по мере силы возможности ухаживали за веренной вам участком земли, я думаю, это это уже прекрасная вещь, что может быть. А ветерок играет, солнышко искрится, патучка по небу медленно плывет, как хорошо, а мне сейчас живется, и душа отчасти ликует и поет, и душа отчасти ликует и поет. Ну что, сеансы заканчиваю, потом еще, когда у нас время подойдет только 26, а должно быть 40, мы сеанс прервем, и нас ждет завтрак. Завтрак это будет гречневая каша с маленьким кусочком сала. Вот так как-то. Ах, вес, кстати, у меня вот сейчас утром 108 килограмм. Набрал? набрал. Сбрасывать? Зачем сбрасывать, когда он сам растет? Потом поговорим. Итак, два километра пройдены. Теперь мы с вами померяем сатурацию. Так, вот это сатурация. Начать. стопроцентал готово. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что, допустим, я там проснулся на, может быть, 95, может быть, поменьше, побольше, где-то так. Это говорит о том, что, когда во время ходьбы, а не сиденья, не лежания, организм гораздо лучше работает, гораздо лучше насыщается кислородом кров. то, естественно, все это передается в ткани. Передача кислорода в ткани указывает на то, что они начинают лучше работать. Плюс, у вас начинает работать кишечник из-за того, что все это протрусилось и, естественно, происходит без всяких каких-то искусственных вещей. Так что, это великое дело. И я горжусь тем, что я практически ежедневно в любую погоду прохожу свои 40 минут 2 километра или 2 километра или 40 минут. Где-то вот так вот. Так, ну, дальше жена говорит мне, воды нету дома питьевой, надо за водой будет сейчас съездить. И я там как раз и позавтракаю. Завтракать я буду рафиком. Рафиком. Выпью стакан рафика. То есть, как йоги высшей, так сказать, квалификации, они в основном питались молоком. Я тоже человек молочный, но везде должна быть мера. Итак, продолжается наш, наш, так сказать, утро с ганеш. Ядринавеш. Сходили в туалет. Кое-что я вам потом покажу. самое интересное, мне кажется, что у меня живот большой. Смотрите, брюки, 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 брюки. Бруки болтаются. Бруки болтаются. Раз, застегнулись. Так вот, можно сказать, отсюда мы смотрим. Струненький мужчинка, но в одежде. Да? Боком. Да и боком. Нормалек. Короче, надо быть довольным своей фигурой. раз, cocoщик, vl Dartmouth, жел Mak Нюба, привет! Нет, нет! Нет, нет! Нет, нет! Нет, нет! Ну что, вперед! Кто-то сказал, супруги не помогают. Вот послала за водой, за холодной питьевой. Далее сметану купить, варенец ей купить и себе завтрак. Рафик, вперед! Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, и душа отчасти ликует и поет. И душа отчасти ликует и поет. Мечты сбываются. Я немножечко мечтал об этом автомобиле, так сказать. Хоть и особо не падки на машины, но вот как-то, когда машины появились, думаю, ну, как бы сказать, надо бы. То есть, тут важно понимать, а какую машину приобрести, естественно, по средствам. И чтоб ее можно было обслужить без проблем, отремонтировать без проблем, там, запчасти чтоб были. А не просто, знаете, какую-то, у меня раньше был такой случай, Шевроле Корсика я приобрел. Вот, а потом, как начались проблемы, ну, 90-е годы как раз были. Проблемы с этими запчастями, там, с тем, с тем, все из Америки. Короче, геморрой. Геморрой зачем вам? Нужен геморрой. Вот. Так что едем. Настроение должно быть хорошее. Ну, очень важно, вообще-то, очень важно окружать себя, если вы хотите как-то вот, ну, жить в какой-то, знаете, в радости и так далее, окружать себя красивыми вещами. Теми, которые вы можете себе позволить. Вот, вроде бы, жалко, но, тем не менее, вы только раз и показали себе, что, вот, приобрели какую-то дорогую вещь, значит, вы ее достойны. Вот. Это у нас такая дорога, видите, где я живу. То есть, я живу на окраине города, не полез, хотя я мог жить в Петербурге, я мог жить в этом самом, в Москве, естественно, я мог жить, но в Киеве, хотя я там поработал, навряд ли, навряд ли, ну, грубо говоря, и в любом другом городе. Ну, я выбрал, вот, железная дорога, так, тут ямы у нас, опа, опа, я выбрал место, где я родился, и очень доволен. Если, как говорится, у вас есть голова светлая, то вы из любого места можете засветиться на весь жирной шар. Ну, так это дело, это железная дорога там идет. Так, заканчиваем. Как бы сказать, мой символ, конь. Мойка, где я моюсь. Ну, так сказать, глубинка по полной программе. Как раз сейчас песни я выключил, чтобы тут монетизацию, так сказать, не портить видосом, хотя монетизации никакой нет. Вот как раз, по-моему, Игорь Иванов поет песенку. Является частью вселенной. Так вот, почувствовать себя частью вселенной, кстати, мы заезжаем с вами в город, и при этом, раз вы почувствуете себя частью вселенной, то вы являетесь и частью этих вселенных сил. И более того, за счет разума, вот насколько у вас будет ваш разум развит, насколько он будет смел, насколько он будет окрылен, настолько вы сможете воспользоваться и силами вселенной. И вот как раз из-за динамической гимнастики показывают, а насколько ты раскрыл себя, насколько ты смел, насколько ты соответствуешь нравственным законам вселенной, чтобы тебе доверить какие-то силы. То есть, вот она, человеческая, так сказать, сущность раскрытия потенции, раскрытия вот этого всего твоего богатого, так сказать, богатейших даров, которых тебе дали по праву твоего рождения. А мы все это, а мы все это, но своим умком сузили. Вот что понимается под расширением сознания. Насколько вы можете расширить и углубить. Насколько вы можете оказать смелый полет в свои мысли. И опять-таки, опять-таки, при этом не затрагивая ничьих интересов, потому что чьи-то интересы, это вообще-то интересы вселенной. И вот когда вот это усел будет, усел будет, сложится, тогда какие-то такие по-настоящему выдающиеся качества будут, по-настоящему будут желания. Не просто там, грубо говоря, иметь там какую-то цацки. Кстати, проехали магазин, там написано «Цацки». А вы будете, ну, творцом реальности. Вам доверят силы, вам доверят силы. Потому что как частица вселенной, как создание вселенной, вы можете воспользоваться силами, и более того, силами, которые вам доверят. Вот тогда-то и начнется подлинная, так сказать, полнота жизни. Так, вон она, кофе-точка я приехал. Сейчас у меня будет завтрак. Покажу вам завтрак. Завтрак у меня будет рафик. Рафик – это там, что там, сливки, немножечко кофе, какой-то там наполнитель сладенький. Сладенькое я люблю, не без того. Ну, пойдемте. Завтрак. 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 итак мой завтрак юленька рафик большой рафик давай там состили там вот этот что это что это там такое слушай телефон я забыл с ванилой так сколько поплатим или потом или это в долг бармен в долг наливает своим разоряет старика до пенсионера и между тем все решение поставила ну что праздники близится на твои ресницы западают молодые мужчинки я так чувствую ты особо над ними ухаживаешь брови соболячий как это помнишь брови соболячие ресницы да вот такие мечты тоже являются частью вселенной благодарю вселенная дала мне завтрак вот это мой завтрак и сразу же я говорю мысленно себе и всем пью с любовью и благодарностью и становится самая полезная самая полезная пища и как говорят немцы очень вкусно как думаешь праздники проводить здесь ну приедешь там может она знаешь нарисуется сама собой компашка пью не спеша смаку я чтоб все смешалось со сливной пью не спеша смаку я чтоб все смешалось со сливной после того как походил пищеварение подымается улучшается там тоже выходная юленька благодарю тебя с наступающими праздниками всего хорошего сложилась жизнь до свидания пошел за водой время поздался кал я что я тут купил бананы себе сметану для борща кисломолочный варенец и ряженку вот и все так ну что катим домой то есть на наш грубо говоря желание свое запечатывать ну потом можно отдохнуть и если все будет нормально можно будет сделать занятие из-за динамической гимнастики часто хотелось бы чаще делать но к сожалению ты не успеваешь восстанавливаться и поэтому вместо прогресса получается что ты запарываешься а это нельзя делать тут и так я буквально таки через каждые четыре там три четыре пять дней делаю занятия в основном раз в неделю а то и в две недели ну как то вот так вот ну что пристегиваемся и это вера это вера сейчас мы доброздоровится верочка ну как ты потихоньку полегоньку да 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 работаешь вот все все еще да ё-моё сколько можно работать я вижу ты идешь да я что-то в магазине мебельном там помню ну ладно ну что была черная машина была черная да на белой на черной так не надоело ну давайте с праздником ну счастливо с праздничком вот она верочка жена моего можно так сказать хорошего друга ну давайте назад который простой жили мы рядом там мимо проедем жили мы рядом это было еще в том веке и он все там когда этот исполнится две тысячи лет так или сяк там судят рядят и так далее это его жена вот дочка у него сын была дочка и это одно одно вот это вот знаете вот дурацко как бы сказать как это непривычках дурацко какая-то черта это вот здоровье там что там со здоровьем там обследоваться и так далее короче пролежал в больнице так и всякого там обследовали и и умер летом умер не дождавшись двухтысячного года когда этот миллениум наступит умер от сердечного приступа вот и знаете вот это как раз верочка прибежала к нам крик и то сё это как раз там ночь была где-то где-то ну наверно в час ночи примерно так что мы уже довольно таки хорошо спали хорошо спали и крик естественно плач все это там такое поедем не спеша по нашему городишку тут я тасовался кинотеатр заброшен ну ладно вот и так и так я пришел и у меня вот я вам рассказываю как это вот такая мелькнула мысль попробовать его воскресить то есть вот еще я так понял что это не не так еще случилось окончательно но смелости не хватило смелости не хватило всех выгнать и так сказать попробовать попросить душу алексея вернуться ну и то есть а вот он мой племянник вот он мой племянник олег со своим сынком вот как вот такие то дела видите какие интересные у нас вещи тут происходит на этом на этом пробеге и вот знаете вот это суета то 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 куда то отвезти туда сюда примут не примут туда уже тело примут наконец таки вся эта ерунда знаете закончилась и мы легли спать и вот я как бы забылся и я вижу вот видение вижу вижу Алексея в белой рубашке рубашка знаете аж блестит белая рубашка черненькие брючки он улыбается молчит а я к нему так Леха да где же ты мы тут все с ума посходили тебя это как бы искать или еще ну в этом видении вот а он молча 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 улыбается так улыбается знаете такой довольный довольный человек вот как бы сказать как бы который освободился от чего то там такого вот знаете вот ну и все после этого никаких снов я его не видел дочка у него была дочка была вот говорят надо подождать определенное время чтобы выходить замуж этот срок не был выдержан что-то там она вышла там сам уж как-то неудачно родила ну уже внучечку значит родила вот дочечку сейчас это уже дочечка родила уже соответственно еще ребенка вот и у нее короче жизни получилось так и сяк всякий так с кем-то там она уже разошлась с кем-то там она сошлась и там какое-то было это рукоприкладство ну грубо говоря как это называется бытовые бытовые вот эти все эти неурядицы с этим а он уже как там то ли милиционер был то ли еще и короче повесилась и вот когда мы едем к родителям на кладбище жены к моим они как раз нам рядом находятся мы проезжаем мимо алексей и рядышком его дочка вот такая грустная история среди ветерок играет солнышко искрится тучка по небу медленно плывет вот невольно такие вот вещи подбросила как бы сказать памяти обстоятельства но едем домой что там сейчас куда куда ты куда ты слегка сейчас потрудимся я все это для себя делаю травник так это все знаете идет ни шатка ни валка сбор этой информации все это там как как бы сказать первоначально этапом вообще такой неинтересный он такой ну грубо говоря вы работаете сбор материала обработка там текста чтобы чтобы потом можно было как-то работать и так далее то есть вот это пройдет а это только первый тумб я еще не закончил то есть я взял в качестве основы одну там книгу более-менее полную по травам и хочу а у нее второй тумб есть и хочу на ее основе потом еще бомб говорит другие травники взять взять что об этих травах говорили средневековые там целители и так далее и так далее вот это все обработать и сделать для себя как-то такие у меня мысли имеются конь который мы проезжали коньяка до луганска отсюда с каменска где-то километров 90 до ростова отсюда 120 такс 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 как говорится все хорошо в нашем королевстве кроме кишечника у дев вообще слабый кишечник а у меня там еще свои причины насчет этой слабины насчет этой слабины и так вот если бы если бы до кобы все это дело укрепилось стабилизировалось так сказать тут бы не было цены что-то режут после бури буря была поломала деревья повыворачивала ну едем домой едем домой вот такие вот встречи у нас были интересные везу воду там она гацет в багажнике немножко меня эти мысли вывели из такого вот приподнятого равновесия ну это тоже нормально 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 смотрите какие машины сейчас поедут ездят ёкарные бабай так так вот заезжаем туда где живу видите какие трущобы и можно было бы и жить в этих трущобах кстати какой красивый каштан огромный мощный будем сейчас проезжать то есть то есть можно было так и остаться вот этом сгорела да и сгорела а можно на месте этого пепелища ну что то такое сделать чтоб тебе было хорошо и землицы которую ты приобрел и ей было хорошо чтоб она отдыхала радовалась а не просто а сейчас мы тут картошку будем сажать то есть всё пятое десятое настанет время и картошку конечно посадим не без того то есть я сейчас заезжаю с другой стороны в свои пенаты в свое время я думал вот этот бы дом прикупить но денег не было вот этот вот что внизу а теперь вот видите гараж там в глубине дом ну дом вы уже видели вот отсюда он там виден крыша вот это так сказать гаражик на две машины черную кто-то может видел кто-то не видел но после обеда если поедем поедем на ней так что вот лермонтова 40 вот здесь я и проживаю так что вот вот это там 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 створ ворот немножко не попали вот раньше тут две машины да не и сейчас две машины станут просто выключаем дрыгал я тут этими кнопками а то руль почему-то не выходил сейчас кресло отезжает руль туда заезжает еще разок проверим нормально все нормально ёкарные машины у каждого свой норов а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Великолепен Мой знак Живем с выдумкой Субтитры создавал DimaTorzok